С началом дачного сезона люди все больше времени проводят на своих приусадебных участках, собирая урожай. Однако есть и те, кто предпочитают выбираться в лес в поисках грибов и ягод. И если к грибам отношение у большинства людей настороженное, то с ягодами дела обстоят иначе. Не все понимают, в чем кроется настоящая опасность ядовитых плодов. В Татарстане насчитывают около 20 видов, способных сильно навредить человеческому организму. Часто за ягоды принимают, например, плоды ландыша майского. Они ярко-оранжевого цвета, тоже круглые, это очень сильно ядовитые. Есть у нас в нашей флоре такой кустарничек вольчилыку. Его тоже плоды яркие, красные, тоже ядовитые. Но этот кустарник, изнесен в Красную книгу, встречается очень редко. Вряд ли в обыденной жизни вы его увидите. Несмотря на то, что многие ядовитые ягоды используются в фармакологии, употребление их в обычной жизни может спровоцировать множество осложнений. Понять, какая ягода перед вами прямо сейчас, очень тяжело. Ведь не существует универсального способа, который бы помог отличить ядовитые плоды от съедобных. Поэтому неопытному сборщику невозможно на глаз определить, какие из них можно собирать, а к каким не стоит даже прикасаться. Если некоторые ягоды могут просто не принести никакой пользы организму, то другие способны причинить серьезный вред здоровью. Никакому виду организмов так нельзя. Потому что это же организмы, которые по отношению к человеку вредные или полезные, там ядовитые или не ядовитые, для каких-то других организмов. Они по-другому действуют на другие организмы. Поэтому никаких универсальных признаков не может быть. Каждый, кто хоть раз собирал грибы или ягоды, знает, что все, принесенное из леса, нужно подвергать тщательной обработке. В первую очередь важно помнить о банальных правилах гигиены, чтобы не превратить полезные съедобные ягоды в ядовитые. Недостаточно просто помыть их под проточной водой. Чтобы от грязи и паразитов не осталось и следа, ягоды рекомендуется мыть в дуршлаке. Так все лишнее сразу стекает наружу. После этого необходимо выложить ягоды на бумажное полотенце и дать им просохнуть. Но чтобы они действительно стали безопасными, нужно использовать дезинфицирующий раствор. Как говорят и пишут в литературе, что когда вы собираете ягоды, которые на земле, ну вот типа земляники, да, то желательно, конечно, их не съедать сразу, а мыть, потому что на них могут быть испражнения мышей или каких-то мышевидных грызунов, которые, в свою очередь, могут быть заражены геморрагической лихорадкой. И вот этот путь передачи через ягоды, он возможен. Поэтому тут вот аккуратно надо мыть ягоды просто. А термическое там практически не обязательно. В Татарстане множество видов ягод, за опасность которых переживать не стоит. Сейчас плоды многих кустарниковых и травянистых растений, благодаря богатому витаминно-минеральному комплексу, являются частью здорового рациона. Они укрепляют иммунитет, повышают сопротивляемость болезням. Некоторые из них обладают даже антисептическим действием. Но весь этот кладезь витаминов может положительно повлиять на здоровье только в тех случаях, когда соблюдены все правила сбора и обработки ягод. Проще знать съедобные ягоды, а все остальное не есть. То есть это вишня встречается из косточковых в дикой флоре, земляника разных трех видов у нас есть. Земляника лесная, земляника зеленая, земляника мускусная. Но они все похожи друг на друга. Черника встречается. Голубика, но тоже черника и голубика трудно различимы. Голубика крайне редко встречается. Брусника и клюква. Ну, клюква тоже редко по болотам. Вот, собственно, все ягоды, которые у нас в диком виде произрастают, так скажем. Таким образом, несмотря на все сложности в сборе лесных ягод, нельзя не отметить их пользу для организма человека. Если четко следовать инструкциям и не полагаться на удачу при сборе, можно извлечь из них максимальную пользу. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин